Ей! Здравствуйте! Привет! Дайте нам, пожалуйста, обратную связь. Как нас видно, как нас слышно? Мне кажется, всё хорошо. Я уверена, но на всякий случай бывают разные люди нас смотрят с разных городов. Поэтому хотелось, чтобы они нас все видели и слышали. Достаточно ваших сердечек, чтобы мы поняли, что мы на связи. Благовещенский. Хорошая погода. Очень круто. Всем привет! Так, и ещё раз давайте я повторю. Меня зовут Курушина Алена. Я спортивный психолог. Мой сегодняшний собеседник, замечательный спортсмен, популярный блогер Маша. Она у нас представляет Академию Авангард Балашиха. И я подготовила сегодня несколько вопросов для того, чтобы мы смогли с Машей чуть лучше познакомиться. Открою маленький секрет. Я за Машей пару раз уже наблюдала за тренировочным процессом, потому что бываю в Академии Балашиха. И немножко знаю Машину специфику, в чём заключается её индивидуальность. Но мне, как психологу, будет сегодня очень интересно, понимает ли это Маша, как она с этим работает. И давайте, наверное, мы начнём уже задавать первые вопросы, потому что тебе не терпится. Смотри, сколько сердечек. Очень круто. Так, Маш, в продолжении нашего прошлого прямого эфира, насколько я знаю, ты его тоже смотрела, хочется отметить, что ты одна из немногих детей в хоккее, кто серьёзно занимается развитием своего личного бренда. И, ну, ты ведёшь настоящий популярный блог в Инстаграме. Как ты к этому пришла, когда ты поняла, что это важно? И самое важное, наверное, кто помогает тебе развивать этот блог? Да. Ну, изначально страничку создала моя мама в феврале 2014 года. С целью... Ну, она хотела сделать мне необычный фотоальбом на память. Но затем этот фотоальбом стал настоящим блогом, потому что интерес со стороны подписчиков рос с каждым днём. Мама понимала, что людям это не только интересно, но и полезно. Даже были случаи, когда благодаря моей страничке люди отдавали своих детей в хоккей. И когда я поняла, что это важно? Наверное, в прошлом году после поездок на турниры в Америку и Европу на меня подписалось очень много тренеров и хоккеистов, и хоккеисток со всего мира. Мне стали поступать различные предложения, приглашения на различные турниры, тренировки, сборы и так далее. Вот. И этим вопросом занимаются мои родители, а я просто переписываю с тренерами и хоккеистами со всего мира. Помогает ли мама? Она на редакторе «Цензор моей страницы». Слушай, ну здесь со стороны психологии могу отметить значимость родителей, потому что без представителей как оказалось не так уж и просто да, делать такой формировать супер качественный продукт для того, чтобы он был информативный и образовательный. Я на самом деле очень благодарна тебе и твоей маме за то, что вы выбрали очень правильное направление, да. Я тоже являюсь представителем образования. Вот. И еще я отметила такой момент, что ты всегда в специализированной экипировке. Это как бы твое внутреннее ощущение. Тебе нравится представлять свой клуб. Для чего ты всегда в форме? Я вот видишь тоже в форме, и я тебе потом расскажу, почему ты в качестве. одежда и клуба моего? Да. Ну, мне нравится, во-первых, одежда, я люблю представлять свой клуб, так сказать, его, ну, не знаю, как сказать, то есть просто я люблю ходить в спортивных вещах, и мне больше нравится спортивный стиль, нежели женский. Вот. О, неплохо. Я вот выбираю тоже специализированную одежду для того, чтобы отличаться, чтобы люди обращали на меня внимание, потому что я представляю спортивную психологию. Да, я заказывала себе суперклассный комбинезон, вот, и мне сделали специализированные нашивки, где написано спортивный психолог, и когда я присутствую на соревнованиях или на тренировках, люди могли ко мне подойти и обратиться. Соответственно, если ты всегда в экипировке клуба, вот, все знают, к какому клубу ты относишься, вот, и мне кажется, что это тоже очень важно. И для наших подписчиков тоже будет важным моментом понять, что вы, ну, если вы играете за какой-то хоккейный клуб, представляйте его, гордитесь тем, что вы являетесь частью очень классной структуры. Расскажи, пожалуйста, про свою аудиторию, для кого ты ведешь свой блог, от кого получаешь обратную связь, ты нам уже сказала, это тренера по всему миру, но, может быть, есть ребята, которые связаны с хоккеем, мальчики, девочки, может быть, родители, как ты поддерживаешь их интерес, о чем вы разговариваете? Этот блог я обведу для всех, кто любит хоккей или им занимается. Обратная связь поступает ли также от родителей? Ну, многие родители интересуются у меня, какие сборы лучше, какие лучше тренировки и так далее. Вот. Вопросы самые разные даже поступают в директ. Вот. И пишут как мальчики, так и девочки опять же разных возрастов, как я об этом говорила. Нашла ли ты себе друзей? Конечно. Да? Я очень много через социальные сети, особенно со спортсменами. Вот. Я очень учительная и я рада любым знакомствам. Слушай, ну, классно. Я видела, ты очень много тренируешься, выкладываешь у себя, у тебя есть какой-то план тренировочный, тебе с этим помогает тренер или ты сама себе уже научилась составлять расписание тренировочного процесса? Если вы про самоизоляцию, то мы с родителями вместе составили мне план тренировок на каждый день. Первые три недели у меня был очень активный план, утро в зарядке, ну, как обычно, каждый день на протяжении семи лет, а потом я, у меня еще когда не было школы, вот, потом у меня было час, полтора, полтора часа дриблинг, полтора часа ОФП, и потом еще раз полтора часа дриблинга, и потом если оставались силы, я ходила бросать, и по завершению моего тренировочного дня я крутила велосипед, чтобы разогнать молочную кислоту в ногах, а вот если не считать самоизоляцию, у меня каждый день было по две тренировки, лед ОФП с командой, и по выходным я каждую субботу я ездила на дополнительные тренировки по катанию, а также у меня были по выходным иногда дополнительные ОФП, и если в воскресенье тренировочный процесс не был, как бы, если в воскресенье был свободный день, то я ездила играть на регулярный чемпионат НДХЛ за коммерческую команду и согласие моих тренеров. Откуда у тебя столько сил? Ты точно не робот? Нет. Дневные тренировки, наверное, просто я люблю заниматься хоккеем, я люблю всегда чем-то себя занимать. Боже, ну у тебя колоссальный тренировочный процесс, ты ведешь свой блог, я видела, что ты еще и классно танцуешь, ты где-то занимаешься танцами? Или ты сама знаешь? Знаете, я когда была маленькая, у меня, опять же, умудрялась совмещать три-две деятельности, я занималась танцами, занималась музыкой, занималась хоккеем, когда я была очень маленькая в начальной школе. я еще на хорошистку, то есть я хорошо училась еще. Ничего себе, многодадачность это твое отличительное качество, оно не всем присуще, и могу сказать, что очень повезло хоккейному клубу иметь такого трудолюбивого спортсмена. Я думаю, что многим, кто нас сейчас смотрит, будет интересно то, с чего ты начала, как ты начала заниматься хоккеем, почему именно этот вид спорта? На самом деле, это очень интересный вопрос, все получилось чисто спонтанно. В пять с половиной лет я пришла в хоккейную школу «Снежные барсы», чтобы, ну, вообще в школу «Снежные барсы», чтобы залезать фигурным катанием. В пять с половиной лет, это очень поздно, я пришла, мы с родителями подошли к тренеру фигурному катанию, он посмотрел на дамы его папу, а он довольно-таки крупного телосложения и высокий, вот, и на меня, и сказали, что вы видели, вы себя видели и все такое, в общем, мне сказали, что фигурным катанием мне не судьба заниматься, потому что это очень поздно, я не успею догнать, и у меня телосложение просто не подходит. Я очень, раз у вас вот очень расстроилась, я заплакала, но потом к нам подошел заместитель директора хоккейной школы «Снежные барсы» и предложил мне пойти в хоккей. Мама была против изначально, а папа сказал, ну пусть хотя бы тренировку посмотрит. Я пришла посмотреть тренировку своего года, тогда они были вообще маленькие, все огромные стои катались там по льду, а я смотрела очень завораживающим взглядом, потому что мне очень нравилось, я просто впилась в ограждение на этой, ну как я висит, на трибуне, короче, вот, я там, я впилась и просто смотрела, не отрывая взгляд, потому что мне реально очень понравилось, и после просмотра тренировки я подошла к кредитам и сказала, я хочу в хоккей. Папа сказал маме, что ну пусть походит, через неделю все равно бросит. Ну, я уже девятый год занимаюсь, не просила. Не просила. Слушай, ну здорово, абсолютно случайное стечение обстоятельств, которое привело тебя уже на достаточно значимый соревновательный и спортивный уровень. Менялось ли твое отношение к хоккею вот за эти девять лет? Отмечала ли ты какие-то моменты больше любви появилось к этому виду спорта? Может быть значимость в этом виде спорта? Соревнования это или дружба с ребятами? Вот. Как у тебя это вообще устроено? Ну, я с самого начала полюбила очень сильно хоккей. И я не знаю, мне кажется, я больше начинала его любить, потому что мне реально нравится этот вид спорта. Для девочки вот даже допустим, когда кто-то узнает, что я занимаюсь хоккей, они такие типа хоккей серьезно, это же идея хоккей. Мне кажется, что... Ну, я не могу ответить точно на этот вопрос, потому что я даже не обращала особо на это внимание. Ну, смотри, если смотреть на спортивную карьеру, на развитие спортсмена с точки зрения психологии, есть такое понятие, как периодизация. То есть, из года в год вы меняетесь, да, у вас меняется тренировочный процесс, соответственно, меняется твой быт. и родителям тоже приходится адаптироваться, увеличивается количество тренировок, постоянно меняется режим, смена локаций, сборы, выезды, перелеты, переезды. Повлияло ли на тебя это как-то? Как к этому относятся твои родители? Я не знаю, потому что я у них не спрашивала. Мам, как вы относитесь? Прекрасно, мы тебя во всем поддерживаем. Они меня во всем поддерживают. Ну, это очень важно. Без поддержки, мне кажется, было бы сложно, потому что один баул сколько весит, я вообще не знаю, как вы его транспортируете. Я сама с него ношу. У меня недавно появился очень классный баул без колес, и я просто единственная из команды, кто ходит с баулом без колес, просто на плече его нашу, а мальчики идут на колесиках баулы и несут. Слушай, хоккей считается жестким и мужским видом спорта. Каково девочке? Наверное, это самый популярный вопрос, но я не могу его не задать. Каково девчонке играть в него? Каково находиться в мужском коллективе? На самом деле играют такие интересные как мальчику, так и девочке. Есть определенные нюансы, но в основном они связаны с тем, что у девочек нет отдельной раздевалки. Было бы очень здорово, если бы девочкам сделали отдельную раздевалку. К сожалению, этим вопросом никто не осоздачен, но очень бы хотелось, чтобы обращали на это внимание. А так, я в команде с самого своего начала пути, единственная девочка как в барсах, так и сейчас в Вангарде, и поэтому мне просто не с чем сравнивать. всякое бывает с пацанами, есть и те, кто со мной дружат, а есть и хейтеры. Если есть желание, то со всеми можно лжиться. Так, хорошо, тогда у нас будет запрос к руководству. В общем, просим создать женскую команду, сделать специализированные женские раздевалки, да, вот, и поддерживать твои, не знаю, мне кажется, революционные такие начинания. Скажи, пожалуйста, как ты определилась со своим амплуа, почему нападение? На самом деле, так решили тренера. Первый, кто сказал, что я нападающий, был Лейкин Александр Альбертович, заслуженный тренер России по женскому хоккею. Я ему очень благодарна за то, что в самом начале пути он мне дал очень многое. Я по каждые выходные в воскресенье и субботу, вне зависимости от праздников, приходила к нему на тренировки в 6 утра. Потом, когда после моих первых сборов в жизни мы с родителями решили вернуться в снежный барс. Я тогда уходила на год как раз таки к Лейкину Александру Альбертовичу подтягивать свое катание и мастерство. А тренера там уже тоже сказали, что я нападающий. То есть это это уже определяла не ты сама, а тренерский штаб? Ну, я также хотела очень попробовать себя в роли вратаря. Даже было такое, что меня в барсах ходили вратарем и я тренировалась целую тренировку опять же вратарем. Там хотели выбрать вратаря, потому что, если я не ошибаюсь, не было, да, мам? Ну, вам там всем ребятам дали возможность. Всем ребятам дали возможность попробовать себя в роли вратаря. Вот. Я попробовала, мне очень понравилось и, знаете, до сих пор иногда возникает желание быть вратарем, но я понимаю, что я... Это уже как-то судьба, потому что я нападающий и мне даже нравится... Мне и нравится играть в нападения, потому что я люблю возиться, забивать голы. Ну, конечно. Знаешь, что хотела тебе сказать? Я, когда работаю с командой на земле, провожу разные тренинги, очень частая проблема как раз-таки у вратарей, что защитники, когда защищают ворота, садятся в вратарю на щитки. И мы на земле играем в такую игру, у меня вратар уходит в поле играть, а защиту я ставлю в ворота с клюшкой. И ты знаешь, после двух-трех таких тренировок защита начинает играть совсем по-другому. И я тренерам рекомендую иногда на льду включать смену амплуа для того, чтобы лучше понять, как себя чувствует твой сокоматник. Ты рассказала про тренировочный процесс на самоизоляции. И мне вот с точки зрения психологии интересно, структурируешь ли ты эти тренировки самостоятельно, ведешь ли ты какой-то спортивный дневник и знакома ли ты вообще с таким помощником, как дневник спортсмена, сейчас я вот делаю дневник хоккеиста, полезная ли эта штука? На самом деле я знакома с этим понятием и я очень, знаете, у меня были личные дневники, но это не как дневник спортсмена, я там что-то записывала, но я их очень постоянно забрасывала и сейчас в мае я решила завести ежедневник вот у меня в руках у меня там есть меняя себя кардинально и так далее, ну то бишь я там делаю трекер-палиночек на каждый месяц, трекер-сна, трекер-быстрей и так далее, и что-то иногда даже записываю. Ну, я как психолог не могу пройти мимо и дам тебе одну рекомендацию, очень важно ставить цели как спортивные, так и личные и очень важно прописывать к ним задачи. Цель может быть краткосрочной, цель может быть долгосрочной, ты можешь поставить цель на неделю, а можешь поставить на 3-5 лет и ты знаешь, этот механизм очень классно работает, поэтому очень тебя прошу используй этот ежедневник по максимуму. Первоначально это будет достаточно сложно, да, потому что пока ты дойдешь, чего ты там хочешь, когда ты поймешь, как реализовать ту или иную мечту, но самое важное, что должен понять спортсмен, любой спортсмен, неважно, мальчик, девочка, идти нужно всегда туда, где очень страшно, и если ты немного сомневаешься, знай, ты абсолютно на правильном пути. В этом году ты побывала на тренировке авангарда команды континентальной хоккейной лиги, какие впечатления у тебя остались, значительно ли отличаются занятия в детском и взрослом хоккее, ну, и что нового ты для себя вообще смогла подчеркнуть? Знаете, у меня просто были, не знаю, как слова не описать, у меня ощущения просто нереальные были, я сидела в самом начале, ну, сначала сидела, а я ждала, когда они выйдут на лед, на трибунах, потом я спустилась и давала каждому пятюню, мне почти каждый игрок авангарда дал пятюню, и самое прикольное это было знакомство с Бобом Харли в самом начале, когда он родил, он подумал, что я защитник, ну, это скорее всего из-за моего номера, потому что у меня номер 44, а как я знаю, в основном этот номер в мужском хоккее берут защитники. Да. В общем, как только меня встретил, он сказал, ты защитник? Я такая, нет, ты подальше, он удивился очень. А тренировки отличаются скоростью, намного круче упражнения, я даже половину не поняла, что они там сделали, я смотрю, и я просто не понимаю, что они делают, вот, потому что очень быстро, и это грехи возможны, вот, не очень понравились. Ты знаешь, вот, очень важно, на самом деле, в спорте иметь кумира, иметь человека, на которого хочется равняться, и, ну, с точки зрения психологии, это очень здорово работает еще и на мотивацию, и, вот, знаешь ли ты что-нибудь о внешней и внутренней мотивации? Может быть, ты знакома с такими терминами? Нет. Ну, я слышала, но я особо не знакома с этими терминами, а если насчет кумира говорить, то у меня нет кумира, это, наверное, даже удивительно, но мне нравится очень много игроков из мужских и женских команд, и я стараюсь что-то взять, допустим, от них, научиться чему-то у них, но кумира такового у меня нет. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот номер 44, он тебе случайно достался или ты за него боролась? Он у меня случайно достался, чисто случайно, когда я изначально играла под 55 номером, как только пришла в Vanguard, ой, господи, снежные барсы, вот. А потом я ушла на год к Лейкину Александру Альбертовичу, я об этом говорила, подтягивая свое катание и мастерство в целом. После первых сборов, я тоже об этом говорила, мы решили вернуться в снежные барсы, и когда мы вернулись, мы узнали, что поменяли тренера, и еще мы узнали, что мой номер занят, 55-й. В то время мальчик, один мальчик уходил в Динамо, а у него был номер 44, и мы только заказали всю форму. И наши родители созвонились, и его мама предложила отдать мне его игровые майки и просто его форму с номером 44. Мои родители, конечно же, согласились, и я с тех пор играла под 44-м номером, мне просто перешили фамилию на майке. И знаете, этот номер, не знаю, как сказать, он просто сейчас мой номер по жизни, я всегда с 44-м номером. Иногда бывает, конечно, что номер у меня меняется в каких-либо коммерческих командах или на каких-либо других игрок, но он все равно 44-м номер лучший. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, каким набором качеств должен обладать спортсмен, будущий чемпион, и какие вообще качества важны в хоккее? Ну, мне кажется, что, во-первых, это концентрация, ну, причем, знаете, она не должна быть не такая короткая, она должна быть длительная, даже постоянная, 24 часа в сутки. Во-вторых, это, наверное, установленная мотивация. Ну, то есть, игрок, у каждого будущего, нет, у каждого спортсмена-чемпиона есть перед собой цель, которую он обязательно должен выполнить. И, как-то так, и третийся, кажется, это, скорее всего, профессионализм, потому что спортсмен-чемпион должен не только профессионально относиться к спорту, но также должен на протяжении многих лет профессионально вести свой образ жизни. То есть, я хочу подметить, что чемпионами, профессионалами, чемпионами не рождаются, ими становятся. И даже сверхотдаренный от природы спортсмен просто ему не удастся достичь каких-либо высот, если он не будет профессионально относиться к тому, что он делает. Мне кажется, эти три качества важны спортсмену-чемпиону. Как ты видишь свое будущее? Какие ты ставишь цели перед собой в хоккее, в жизни? Я тебе уже немножко рассказала про дневник и как его вести, и сейчас ты попробуешь озвучить, сформулировать, а потом обязательно занеси это в свой ежедневник. А я потом, учитывая, что я твой подписчик, буду наблюдать, как ты к этим целям идешь. на самом деле я не знаю, что будет в будущем, но я очень хочу, чтобы моя жизнь была связана с хоккеем. У меня есть мечта стать членом сборной России и выиграть с ней не одну золотую медаль. Так, неплохо. Так, ну, у меня к тебе вопросов пока что больше нету. Может быть, у тебя есть ко мне какие-то вопросы? раз уж мы с тобой познакомились. Были два вопроса. Да, я попросила своих подписчиков задать мне вопросы для Ютуба. Я монтирую видео и скоро выложу его на свой ютуб-канал. Там было два вопроса, на которые я не смогла дать ответ, и они были про психологию. Первый вопрос был бояться выйти на лед. Вот. Это был первый вопрос от подписчиков. Хорошо. Ты не знаешь ответ на этот вопрос? Ты всегда толкнулась. Но смотри, с точки зрения психологии здесь нужно рассматривать на профессиональном термине анамнез, это историю спортсмена, с чем может быть связан страх. Как я уже говорила, идти нужно туда, где страшно. Соответственно, зависит еще от амплуа хоккеиста. Если на лед боится выйти вратарь, это один вид работы. У нас есть уровень тревожности, который может быть зашкален. Мы проводим диагностику, мы проводим тестирование, мы смотрим, с чем это связано. Если это связано с уровнем тревожности, мы пытаемся разобраться, перетренированность ли это, давление ли от представителей это, может быть, что-то не так идет во взаимоотношении с тренером. И здесь какого-то одного решения нет. Но спортсмен может попробовать, введя свой дневник, разобраться, разложить те или иные ситуации, в какой момент возникает этот страх, и попробовать сделать такой вид тренировки аутогенной, немножко себя успокоить, правильно подышать, закрыть глаза, представить себе самые лучшие свои моменты, это у нас уже идут элементы идеомоторной тренировки, сделать глубокий вдох носом, выдохнуть резко ртом, сказать себе несколько напутствующих слов, мотивирующих, и смело выходить на лёд. Давай, следующий вопрос. Ты сказала. Следующий вопрос. И как чувствовать себя на игре, как на тренировке от того же самого в прыщиках? Слушай, ну и тут тоже такой момент чувствовать, нужно себя чувствовать всегда хорошо, нужно быть заряженным, нужно быть позитивным, потому что самое важное, что я всегда пытаюсь донести до спортсменов, любите тот вид спорта, в котором вы живёте. Наслаждайтесь каждой минутой и благодарите Вселенную за то, что у вас есть возможность здесь и сейчас заниматься. И физический спортсмен должен быть здоров, в голове не должно быть никаких лишних мыслей, он должен быть сконцентрирован и сосредоточен на соревновательном моменте или на тренировочном процессе, но здесь опять же я обращаюсь к спортсменам, старайтесь всегда готовиться к соревнованиям, к тренировкам, старайтесь в дневник прописывать себе ту или иную структуру, тогда, выходя на лёд, у вас будут конкретные цели, конкретные задачи, которые перед вами ставят как тренер, так и вы сами. я думаю, что от этого настроение будет гораздо лучше. Так, больше нет вопросов? От подписчиков нет, у меня есть мои вопросы. Давай. Самый очень волнующий меня вопрос как справляться со своими эмоциями, потому что у меня очень часто бывает такое, что когда у меня что-то не получается, я начинаю очень сильно злиться и не знаю, кто кружит все вокруг себя, у меня просто переклистывает, не знаю, я очень становлюсь агрессивной, вот, и как справляться со своими эмоциями? Ну, смотри, что касается регуляции агрессии, это относится к саморегуляции, то есть то, как ты себя контролируешь. Соответственно, когда у спортсмена я буду повторяться, потому что этот механизм, он фундаментален и он очень важен, важно, чтобы у вас это в голове уложилось с самого начала. Когда у вас есть цель, у вас есть задачи, да, и вы к ним идете, вот, ваши эмоции, они становятся немножко приглушенные. Если вдруг что-то идет не по плану и очень хочется сломать клюшку, да, или снять шлем, бросить его в кого-нибудь, там, или, я не знаю, как ты практикуешь или нет, начать какую-нибудь потасовку на льду, вот, очень важны техники самовнушения, то есть нужно обязательно уметь себя успокаивать. И для того, чтобы психологу, да, объяснить, какие именно методы подходят спортсмену, мне нужно с тобой как бы поближе познакомиться и пообщаться, потому что, скорее всего, у нас есть только несколько внешних раздражителей, из-за которых твое эмоциональное состояние становится нестабильным, вот, и есть определенные установки психологические, которые я прорабатываю со спортсменом индивидуально, это, опять же, набор каких-то слов, которые ты себе повторяешь, например, так, Маш, все, у тебя задача, нужно сегодня три шайбы заколотить, все, собралась, да, выдохнула, пошла, водички попила, головой немножко встрюсла, не знаю, сделала свой мини-супер-классный танец, выдохнула и вышла на лед, здесь еще процесс саморегуляции, он относится к ответственности, то есть тебе важно понимать, что ты сейчас делаешь, для чего ты это делаешь, у тебя, если это игра, у тебя целая команда, у тебя есть тренер, у тебя есть статистика в чемпионате, как бы к ней нужно относиться, ну, в твоем возрасте уже относиться к какой-то ответственности, вот, ну, давай мы не будем забывать, что хоккей, это все-таки очень динамичная и непредсказуемая игра, и зрители очень любят, когда происходит какой-то супер-экшен, вот, поэтому иногда выход своих эмоций, которые не несут, ну, как бы, каких-то травмировочных последствий, он имеет место быть, но я в прошлом эфире говорила, главное не перейти ту грань, когда с тебя это уже как с личности популярной, не смыть, то есть, все будут ждать, когда же Маша снова сломает клюшку, поэтому я предлагаю заменить все-таки негативный эмоциональный выход на позитивный эмоциональный выход, вот, и после того, как ты забиваешь, подкреплять это каким-нибудь классным своим жестом, может быть, у тебя есть какой-то такой, ты что-нибудь делаешь, перчаткой по льду, объятия с ребятами, второе, скорее, объятие с ребятами, значит, в любой, в любой ситуации, когда тебе хочется максимально понегативить, иди обниматься со своей командой, это те, которые... Я гол не забью, или мы колс и беном не забьем? Забьете, обязательно, главное, и мы это повторяем. Если, допустим, звеном забили, то мы, конечно, всем звеном обнимаемся, но так просто обняться, нет такого команды у нас. У нас очень интересный вопрос от подписчика. Алена, спросите, Мария, сколько специалистов работает с Машей в течение сезона, начиная от командного тренера, заканчивая репетиторами, если таковые есть, спасибо. Ой, специалистов в плане есть ли тренеры, да? Ну, все вот люди, которые рядом с тобой, которые помогают тебе улучшать свои навыки, становиться мудрее, умнее, более техничнее и так далее. Ну, для начала это, конечно же, тренера авангарда, они со мной, можно сказать, каждый день в течение недели. Вот. Они постоянно тренируют нас и все такое, но уже нашел, что, ну, главные тренера мои это тренера моей текущей команды авангард 2006. Вот. на самом деле, я сейчас не могу сказать, сколько мне специалистов со мной работает, потому что их просто очень много. Я каждое лето езжу на несколько сборов, вот, как с командой, так и нет. Там, опять же, тоже тренеров много-много, ну, пять-шесть тренеров даже больше иногда бывает. вот. Я не могу сказать, сколько, но много. Сколько у меня в год примерно, мама, специалистов со мной в год? Пример бы просто так. До двадцати. До двадцати. Репетитором я не хожу никому. Слушай, еще один вопрос от нашего подписчика. Упражнения на скорость и дыхание в режиме самоизоляции. Делаешь ли ты что-то? Ну, скорость я занимаюсь на катание, у меня в сторисах очень много управления на катание и они вроде бы и на скорость, если я не на скорость. Но, по-по, надо просто совершать свое катание, чтобы быть быстрее. А на дыхание я не знаю, если честно. Я не тренирую, я же не тренировала дыхание. А важно, вообще, ну... По идее, надо бегать, чтобы развивать свою дыхательную систему. Потому что ты бежишь, дышишь, ты... Я не знаю, как сказать. Ну, в общем, надо бегать. Я вспомнила такую историю. Есть популярная певица Бейонсе, и у нее есть классный документальный фильм, где она рассказывает про то, как ей помогал папа на становление ее карьеры. И так как она у нас дама в форме, вот, он... Каждое утро они бегали, и она бегала и пела. Вот. В момент пробежки да, и таким образом она развивала объем своих легких, и теперь она может мега круто танцевать и одновременно еще и петь. Вот. Это такой нестандартный метод, который я иногда рекомендую тоже ребятам. Вообще, танец, я на самом деле очень рада, что ты достаточно часто танцуешь, потому что это развивает творческое мышление, это развивает актерское мастерство, которое очень важно для развития личного бренда. Ну, и вообще гибкость и техничность нужно показывать на льду, и танцы в этом очень хорошо помогают. Так, мы с Чукотки следим за Машей. Удачи, здоровья, максимальных спортивных высот и только побед, Мария. Спасибо большое. Мне задали два вопроса. Маша, расскажи, пожалуйста, как ты празднуешь свой гол, когда забиваешь на игре. Спасибо. На самом деле, всегда по-разному. У меня нет своего празднования. Оно было, но я перестала так праздновать, я не знаю почему. Я вставала на одну ногу и вот так вот ехала, махала крыльями, ну, крыльями, руками, потому что у меня на шлеме, когда был черный шлем, у меня был там воробей в расцвет как космоса. И я так ехала и его так и приозмахивала. Он был когда-то моим, не знаю, как сказать, талисманом. Потом я обменяла шлем, я перестала так праздновать, всегда по-разному, но обычно я просто поднимаю руки и просто обнимаюсь со своими партнерами по-замену. Есть классное кино, называется «Больше, чем игра». Он, я его часто рекомендую спортсменам для анализа ритуальных моментов. И там очень здорово показано, как ребята, которые из маленьких детей превращаются в профессиональных суперкрутых баскетболистов. И там отмечено, как у них этот ритуал меняется. То есть сначала он был очень длинный, они пели, танцевали, вот, а дальше он дошел буквально там до нескольких фраз. Очень рекомендую, Маша, тебе его посмотреть, если не смотрела. Он очень, очень тебе понравится, он очень вдохновляющий, и нашим подписчикам, я думаю, тоже будет очень интересно. Здесь еще пришел вопрос от Оксаны. Есть ли в семье Маши спортсмены? У меня, можно сказать, вся семья спортивная, кроме мамы, она занимается своим любимым делом, она делает ювелирные изделия для собак, в общем, украшения для собак. Круто, круто. Мой папа раньше был ориентировщиком, он раньше очень много бегал, на больших дистанциях даже марафоны бегал. Чемпион Советского Союза. Вот, вот это да. Также у меня есть два брата, старший и младший меня на 11 минут, они оба футболисты. Угу, ну и как тебе живется в мире пацанов? Нормально. Ну я видела, у вас есть какие-то совместные тренировки, вы там челленджи прикольные делаете. У вас хорошие отношения с братьями? Да. Да, ну это важно. Не у всех, знаешь, получается выстраивать классные отношения, везде еще и успевать. Но я понимаю, что без тысячек не бывает. Я как многодетная мама, мама трех пацанов, могу сказать, что у меня драки за какой-нибудь фломастер происходит каждый день. Но хочу поблагодарить твоих родителей за то, что отдали в спорт, потому что спорт, даже если вы не придете в спорт высших достижений, очень хорошо влияет на развитие личности в целом. Может быть, у тебя есть еще какой-нибудь ко мне вопрос? Да, у меня еще два. Я хотела еще спросить, как наладить отношения с партнерами по команде. Это тоже очень довольно важный для меня вопрос. Не только для меня, но и для всех. Слушай, но опять зависит, в какой момент отношения сломались, с чем это связано. Если мы, например, проиграли и максимально хейтим защитников, которые нас уже люто ненавидят, потому что они все время у нас крайние, или наоборот, защитники хейтят нападающих, у которых ничего сегодня не получилось, то здесь вопрос идет на замену такого понятия. Мы вот сейчас на марафоне, кто у меня на второй шаг идет про спортсмены. Мы будем проходить как от соперничества перейти к сотрудничеству, потому что этого, к сожалению, не преподают, у тренеров нет временного ресурса. Я на самом деле безумно благодарна Академии Авангард за то, что они в Омске уже есть психологическая служба, в Балашихе она только создается. Это очень удобный инструмент для решения как раз-таки таких проблем, как сплоченность в команде, выстраивание правильных отношений, как выравнивать эти настроения. Есть определенные техники, как это делается. Мы это делаем, как я рассказывала, на тренингах. У нас есть тоже разные игры. И чаще всего это связано с, когда ребята друг друга не понимают. И есть классные упражнения на невербальное общение для того, чтобы мы могли развивать свою эмпатию и больше чувствовать друг друга. У нас не всегда есть возможность на льду, например, пообщаться. И вот эта одна ошибка может стоить нам победы, потому что от одной шайбы на последних двух секундах может зависеть очень много. И вот это напряжение не должно перерастать в агрессию, не должно перерастать в конфликт. Но, к сожалению, эта проблема очень частая. И вот в работе с командами я заметила, что сплоченность страдает безумно. Маша, расскажи, пожалуйста, как ты относишься к своим партнерам по звену? Имею в виду, есть ли у тебя в звене бомбардиры? Вот насчет бомбардировки я не совсем поняла, как я отношусь к своим партнерам по звену. Но я ко всем в команде отношусь достаточно адекватно. Если со мной хотят пообщаться, я со всеми общаюсь. Вот, и что меня больше всего радует, ну, у нас из вино, у нас тройка. То есть у нас защитник, у нас пары нет у моей тройки, вот, потому что мы четвертая тройка, вот, а у нас четыре тройки, три пары, вот. Но иногда нас повышают, у нас появляются защитники, вот. Вот, у меня с моей тройкой отношения очень хорошие, мы, если мы на тренировке, допустим, у нас какие-то упражнения, которые в тройках, у нас, может быть, получится не с первого раза, но мы как бы не агримся, не злились друг на друга, у нас довольно спокойное отношение, то есть, мы общаемся, дружим, не ссоримся. Ну, смотри, мы сейчас как раз говорили про сплоченность, видишь ли ты разницу, да, вот, как ты общаешься с ребятами, ваша тройка, как общаются между собой и другие спортсмены, отличаются ли ваши отношения чем-то, да, здесь я хочу понять, может быть, у вас настолько классные отношения, и именно это помогает вам, я просто видела у тебя ролик, в инстаграме, вот, где вы забиваете гол, и насколько это технично отработано, просто вот, вот о чем я и говорила на невербальном общении, просто увидели, отдали пас, все, здесь это, забили, и поехали обниматься. Ну, я не могу сказать, что это выработано как-то на тренировках, да, на тренировках мы делаем командные упражнения, ну, упражнения, чтобы на тактику, мы их применяем в играх, но голы, допустим, когда я выкладывала ролик с голами против Атланта, когда мы наконец-то выиграли эту команду 5-4, мое звено забило в этом матче три гола, не считая еще одного гола, который забил партнер по моему звену, вот, это была вообще сумасшедшая игра, вот, как бы, мы в основном по ситуации играем, допустим, голову поднимаем, видим, и отдаем ему, он дальше там что-то делает, я еще хотела сказать насчет улучшения отношений с партнерами по команде, я имела в виду, вот, я же девочка, единственная в команде, меня не совсем там адекватно воспринимают, ну, есть те, которые дружат, а есть те, ну, хейтеры, которые, ну, как-то косо на меня смотрят и просто пытаются всячески как-то меня, не знаю, что-то мне плохое сказать. Слушай, ну, я вынуждена, может быть, тебя немного расстроить, но это, это жизнь, наша взрослая жизнь, и в этой, ну, если так обозначить войне, побеждает очень сильная личность, да, и если мы сейчас в пример возьмем суперзвезд в разных сферах, можешь себе представить, какое количество сообщений негативных они получают, с какими людьми им приходится работать и встречаться, соответственно, тебе нужно развивать себя как личность и понимать, почему, да, знаешь, как в вашем возрасте просто еще через драку, конфликты, сорок, хочется дружить, и мы можем наблюдать, что иногда конфликт прирастает в очень классную и крепкую дружбу потом, поэтому старайся уметь от этого абстрагироваться, чтобы, не дай бог, это не влияло на твой спортивный результат. Хочешь мне что-то сказать, у меня сейчас тренировка, закончена тренировка, выйдем со льда, можем с тобой это обсудить. Твоя задача становиться чуть взрослее в диалоге, потому что не всегда ребята понимают, каким трудом является то, в какой команде ты играешь, как ты там оказалась, да, что, ну, и отсутствие раздевалки хотя бы, да, какой это вносит дискомфорт для девчонки, вот, но в любом случае я знаю, что у тебя есть там друзья, которые тебя всегда поддержат и нужно иметь смелость и не бояться обращаться к ним за помощью, если вдруг кто-то пытается на тебя наехать, командный дух это не отменяет, вот, поэтому не стесняйся и всегда, всегда находи ответы, что немаловажно на правильные ответы, ну, так, Маша, скажи, пожалуйста, как ты, а, я, сейчас, одну секунду, здесь, секунду, здесь вот Егор Бабенко, Хоккея 55, написал 6 или 7 сообщений, он очень хочет узнать, когда ты приедешь в Омск, я не знаю, честно, у меня вообще в планах не было ехать в Омск, но я очень бы хотела съездить хотя бы на, когда авангард вернется в Омск, когда арену достроят, я очень бы хотела поехать в Омск на одну игру, посмотреть эту арену, мы, в принципе, в Омск хотела бы, ну, хотя бы, один раз я туда, наверное, съезжу, да, потому что не было туда съездить. Давай вопрос. И последний мой вопрос, какие психологические методы или фишки можно использовать для улучшения соревновательных результатов? Ну, смотри, соревновательный результат зависит от индивидуальных твоих качеств, которые ты развиваешь. Все мы знаем, что мы не можем, спортсмен не может работать качественно и продуктивно без определенного уровня концентрации. Соответственно, у нас есть замечательные таблички Шульта, которые помогают нам тренировать скорость переключения внимания. Он учит очень хорошо концентрироваться. Есть суперудобные классные приложения на телефоне. Очень часто приходят запросы от родителей. Наши дети сидят в телефонах, что же нам делать? Уважаемые родители, если вы смотрите этот эфир, скачайте таблицы Шульта, пусть дети проводят время с пользой. Их также можно распечатать. Да, называются таблицы Шульта. Они есть разного размера. Есть 5 на 5, есть 6 на 6, есть 7 на 7, есть цветные, есть с буквами, они есть разные. Это очень хорошо помогает тренировать скорость переключения внимания. Дальше, значит, что мы можем, ну, про ритуал я уже сказала. Это определенный набор действий, определенный набор слов, которые спортсмену помогают улучшить свой результат. Да, я тут заменяла спортсменам как-то ритуал, но он им не прижился, потому что не вся команда одобрила его, но достаточно нескольких таких четких инструкций из серии. Если ты тренировался и готовился, я готов, я могу, я уверен. То есть, ты закрываешь глаза, ты проговариваешь себе это, до этого ты намотала клюшку, какой-то у тебя же есть ритуал, может быть, кто-то одевает сначала одну часть экипировки, кто-то проводит перед выходом на лед, когда ОФПшная разминка, какой-то свой ритуал, кто-то слушает музыку. Достаточно много разных техник, и их нужно подбирать, как я уже говорила, под индивидуальные особенности спортсмена. Но тренировать концентрацию внимания, память можно при помощи даже гаджетов, что является спасением в нашем современном мире. Таблица Шульта. Катерина нам пишет, я тоже росла в мужской команде с детства и переодевалась в тренерской тренировке. Кто-то нашел способ решения этой проблемы. Так, как собираешься? Я ее знаю. А, да, Маня, как тебе играется в мужской команде, как отношение тренера? Ну, Маша уже вроде ответила, может быть, тебе есть что добавить? Отношение тренера, это как ко мне тренера относится? Ну, типа, мальчики, не обижаем Машу, Маша у нас девочка. Нет? Нет, такого нет? Были, у меня были такие ситуации, когда пацаны меня реально обижали, собиралась. Был случай, когда меня, говоря, пытались вести с одним пацаном, с которым я просто лучше всех в команде общалась, и один мальчик меня так довел, что я ему просто прописала леща очень сильно. Ну, слушай, это на самом деле мальчиков иногда нужно ставить на место. Я помню, я наблюдала за вашей тренировкой, и звук пропал, Маш. у тебя не слышно, к сожалению. Почему-то нет, не слышно. Может быть, мы переподключимся? У нас осталось на самом деле буквально пять минут. Маш, скажи что-нибудь, я тебя не слышу. У-у. Давай еще разок. Не слышно. Меня слышно? Хорошо? Да, Маш, тебя не слышно. Давай переподключимся. Попробуем еще разочек. Так. Здравствуйте. Ждем. Сейчас Маша нам пришлет запрос. Я очень надеюсь, что вам понравился эфир. Мы уже подходим к концу. У нас осталось буквально семь минут. Я буду вам очень благодарна, если вы накидаете нам значимые для вас вопросы. Может быть, если вы стесняетесь задать вопрос здесь, напишите в директ. Мы сформируем для вас ответ лично. Я напоминаю, что в Омске работает психологическая служба, в которой тоже можно и нужно обращаться. Супер. Ждем, когда Маша у нас подключится. Все, добавляем Аню. Была ли у вас драка в Майя? Я говорю, всем интересен бэкстейдж. Что же там в раздевалках? Что же там на льду? Подключаем Машу. Все круто, Маша, теперь я тебя слышу. У нас осталось буквально пять минут. Я попросила тех, кто смотрит эфир, максимально нам позадавать вопросы. Я хотела еще побольше и я бы хотела обратиться к руководству Академии Авангарда, чтобы создали на базе Авангарда женскую хоккейную команду. Полностью поддерживаю. Он здесь спрашивает, есть ли дискриминация? Значит, как, были ли у вас драки на играх? Смотри. Дважды? Мальчиками? Ну, драки в команде? Ну, вот, как из классных роликов заходишь, там, набор самых страшных моментов за сезон и там драки. Такого не случалось? Ну, знаете, я стараюсь избегать драк на льду, но были стычки или меня побешивали. Ну, были такое, что на игре за мою женскую команду коммер... Она коммерческая мама? Ну, конечно, родители, сами оплачивают. Коммерческая команда Agility Blaze, женская команда. Мы играли на одном турнире, у нас когда была игра в команде, которую мы потом выиграли в финале. Мальчик высокий седьмого года, он бил защитника и броняторя, а я с Дальнего края, у меня есть ролик на эту тему в инстаграме, я сняла по ситуации стримурной ролик, вот, я побежала с Дальнего края, я просто его по плечам вот так ударила, его долго потом не могли понять, меня удалили до конца игры. Еще был случай, когда мы с Авангардом ездили на турнир по пятому году в Питер, точно такой же случай, мальчик бил вратаря защитника, я его тоже повалила, стою такая, смотрю, он поднимается и начал меня бить, он прям по морде меня несколько раз ударил по лицу, по лицу, ну мы же такие, мама, они другие. Один матчик заменяет из команды, но нас с этим пацаном, который мне побил, нас удалили на 10 минут, и мы... у нас буквально 15 секунд. Рекомендации по спортивной психологии, пожалуйста, в директ расскажу, как это. Спасибо тебе огромное за эфир, я очень надеюсь, что мы скоро с тобой увидимся, была тебя очень рада видеть. Пока.